Ну вот, дорогие друзья, так вот в чем дело? Вы же знаете, как жить, уже все научились. А у меня есть конституция семьи русской. Вот, как жить русским людям друг с другом в Америке? Так что слушайте внимательно. Статья конституции номер один. Единственным законодательным органом, председателем Думы и Совета Министров является... Жена! Совершенно верно. С удовольствием даду вам еще одну подарок, но у меня, к сожалению, только опять я буду вам все отдать. Муж является исполнительным органом. Количество заместителей, такое примечание, зависит от обстоятельств. Я не знаю, что это означает. Что вы говорите? Возможно, все. Статья вторая. Жена также является министром финансов, торговли, культуры, здравоохранения и внешних связей. Статья третья. Муж является министром пищевой промышленности, электрификации, деревообработки, геологии, рыболовной и сельского хозяйства. Вы бы не сельское хозяйство наоборот. Не особо, да? А придется. Статья четвертая. Муж имеет право на труд, жена имеет право на отдых. Инконкурн, Ривьера Майор, Резорт, Олик Кьюзов. Статья пятая. Муж обязан каждое утро готовить жене горячий кофе или чай. Жена имеет право приносить мужу вкусные и пытательные бутерброды из Макдональдса. Друзья, вы не волнуйтесь, конституция на самом деле коротенькая, всего 48 статей. Статья шестая. Жена имеет право радоваться, когда муж приносит ей драгоценные подарки. Ко дню ангела, к юбилею свадьбы, матери, святого Валентина, дню труда, конституции, революции, космонавтики и другим праздникам. Я тоже ничего не понимаю. Хотите микрофон его забрать, да? Да, но я ничего не понимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!